Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Алексей Колчин и сегодня я покажу вам один очень любопытный опыт, который предложил нам сделать Максим Голубев, наш подписчик, сотрудник института теоретической прикладной механики сибирского отделения академии наук и он же предоставил нам основной демонстрационный объект вот этот цилиндрик из силикона и я прижимаю его слегка к листу вертикальному листу стекла отпускаю и он едет удивительно медленно с постоянной скоростью примерно 5 сантиметров в секунду и не отрывается от стекла и нам надо разобраться как же происходит движение этого цилиндра давайте расставим силы действующей на цилиндр прежде всего это сила тяжести и она приложена к центру масс цилиндра поскольку цилиндр движется вниз прямолинейно и равномерно сумма действующих на него сил равна нулю а это значит что сила тяжести должна уравновешиваться равной и противоположно направленной силой эта сила очевидно может быть приложена только к точке касания цилиндра со стеклом но посмотрите приложенные к цилиндру силы действуют не по одной прямой и создают момент вращающий цилиндр по часовой стрелке если бы на цилиндр никакие силы больше не действовали он бы вращался все быстрее и быстрее но мы знаем что он вращается с постоянной угловой скоростью а поэтому на цилиндр должен действовать равный противоположный вращающий момент создаваемый силами действующими в окрестности точки соприкосновения и чтобы плечо этих сил не было нулевым нашу модель надо уточнить и сказать что цилиндр должен соприкасаться со стеклом не в точке но в некоторой области как именно распределены силы действующие между силиконовым цилиндром и стеклом мы в точности не знаем как они направлены нам тоже неизвестно и поэтому мы заменили силиконовый цилиндр вот этой моделью в которой цилиндр сделано из трубы висит на двух ниточках изображающих липкие связи между силиконом и стеклом ну и в этой системе силы действующие на этот цилиндр мы можем легко нарисовать на цилиндр действует три силы сила тяжести реакция опоры и сила натяжения нити сумма трех этих сил равна нулю и все они проходят через центр цилиндра так что создаваемый ими момент тоже равен нулю и вот мы получили качественное объяснение явления но при этом конечно понятно что сила натяжения ниточек это совсем не то же самое что сила липких связей и между прочим о липких связях у нас уже снят ролик который называется сила отрыва липкой ленты и я всячески рекомендую вам его посмотреть а мы дальше конечно можем проводить исследование явления скатывания этого цилиндрика ну например как зависит скорость скатывания от угла наклона стекла и между прочим цилиндр отлично скатывается и при отрицательных углах наклона он не прилипает при этом продолжает катиться с некоторой скоростью и мой заключительный вопрос будет связан именно с этим а чем же определяется вот эта скорость скатывания она ведь имеет совершенно определенную величину она не больше и не меньше для данного угла наклона ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ю тубе а еще я хочу сообщить вам что вчера на нашем канале просто наука выложен очередной ролик посвященный строительство в новосибирске сибирского кольцевого источника фотонов и в этом ролике рассказано не только об этом конкретном проекте но и о том что такое синхротронное излучение как оно получается и в каких областях она применяется и все это рассказано очень живым образным языком я считаю что это один из лучших роликов этой серии и всячески советую вам его посмотреть а ссылка на него будет прямо сейчас и под нашим роликом и и и